Добро пожаловать, мои мощные серые рыцари, с вами ваш Невермор, и мы возвращаемся в наш кошер на шикарных гемонхантерс Вархаммер. Как и обещал, добавляю новых бойцов в наши казармы. Во-первых, юстикар Аксель, во-вторых, искоренитель Олег, и... в-третьих, кого-то я забыл. Кого же я забыл? Конечно же, шторма Грибуса Перехватчика. Есть такие клиенты, а мы ищем себе новые приключения, в смысле новое спасение галактики от зла. Давайте, наша любимая карта мира, ускоряем время, смотрим, куда нас могут послать. Вот, даже долго не ждали, обнаружены новые отроди цветения, новая активность... А где? Ох ты ж, как же далеко-то. И есть такое нехорошее чувство, что мы всё-таки полетим на планету... Оу, да-да-да, мы полетим вот сюда. Иначе есть неиллюзорный шанс пролюбить планету до пятого левела. Отправляемся, а там уже посмотрим, что нас ждёт. Может быть, процесс что-нибудь ещё и подкачаем. О, как я и говорил, работа над проектом завершена. Либрис Малиус. Теперь, когда массив скриптуре находится в рабочем состоянии, техно-рабы, обслуживающие кагитаторы, могут выполнять запросы инквизитора на книги гораздо быстрее. Любопытно. Эдикт — это прежде всего военный корабль, средство для перевозки отрядов Астартес. И всё же на его борту теперь частная коллекция инквизитора. А значит, ни в одном из ближних секторов не найти столь внушительного кладезя знаний. Ой, чё, потянутся на нас хаоситы, чёртовы. Но гримуары дают плюс 30 скорости исследования. И нам придётся начать новый проект. Советов было много. Были советы улучшить камеру аугментации. Были советы улучшить... Починить пустотные щиты в комментариях. Было много советов. Но мы, наверное, починим Авгуриум. Как видите, прогностикары нам недоступны, светится красным. Я не знаю, что делают прогностикары, но оно светится красным, поэтому ремонт. А там уже будем посмотреть, что дальше. Ну и летим-едем. Летим-едем-едем-ледим. Тем более, что установлена аугментика у Вальтера и Деона. Упрощнённое туловище. Хорошо. Мы вам сделаем всё железное, а лучше пласталевое. У Борха Натарны тоже аугментика. Долечиться не долечится, а пойдёт сразу в бой. Да, знаете, вроде даже пожелтела как-то планета по-оранжевела. Какие у нас награды? Плюс одна реквизиция, минус одна скверна. Мммм, хорошо. Какой у нас подвиг? Победить в миссии без мастерского оружия ближнего боя на планете 4-го левела практически. Да ты что-то такое удумала? Я не настолько нет, я, конечно, шикарен, но я не настолько отбитый. А кто у нас идёт? Аксель идёт в любом случае. У него сервочереп на извлечение семян, которые нам нужно использовать. Пойдёт апотекаре Кры. На удивление вылечился, и то уже 3-го левела выбрали. И поскольку место довольно страшное, то... Вот, Евгениус тоже вернулся в бой, Евгениус тоже отправляется. Проверяем граната, граната, граната и сервочереп. Пожалуй, поверим Йохану, что он может. Тем более, что он будет один с огнемётом. Чую прям, что пригодится. На тему стратегем недоступны. Инквизиторша наша в печали, в болезни. У неё эти самые дни, поэтому летим без неё. Классификация планеты Мир Кузня. Однако все архивные данные удалены. Конирование показывает, что она была подвержена массированной орбитальной бомбардировке. Но, видать, бомбили-бомбили, да не выбомбили. Даже в оболонках, оставшихся после экстреминатуса, наш враг действительно коварен и жесток. Ответим на его насмешку огнём и возмездием. Звучит пафосно, но... Нас ждёт всего лишь одно отродье цветения. Запомните этот момент и фразу «Всего лишь одно отродье цветения». Я потом о ней буду очень сильно жалеть. А вы мне о ней, конечно же, напомните в комментариях. А куда мы пойдём и куда нам нужно? Где моё отродье? Отродье вот оно. Казалось бы. На краю обрыва шваркни одной гранатой и будет всё хорошо. Но вот с какой стороны зайти? Это вопрос со звездочкой. Давайте пойдём прямо. Вроде небольшой, но всё же хайграунд. Хотя, знаете, видно, что уже четвёртый практически левел цветения. Как бы появились новые какие-то слизистокоженные тентакли. Но, знаете, девочки-волшебницы с тентаклими не дружат, поэтому будем держаться. Булочки сжимаем покрепче. Чё-чё. Хм, первые ходы мы даже никого не заметили. И что самое страшное, нас никто не заметил. Аня, всё окей, всё окей. Беру свои слова назад. Вот эти оно уже здесь. И опять же, поскольку отродье цветение и очень мощный третий левел, мы, пожалуй, что гранатки-то прибережём. Ну так, на полшишечки мало ли где пригодится. Сейчас бойцов выставим на позицию. И вот здесь надо заметить, как пить дать заметят. Давай немножко поближе. Ммм, да, нас заметили. Волан-де-Мортон недоделанный номер один. Жирняш. И штук пять мелких. Я не понял, они от нас бегут, или они расчищают поле прохода для остальных своих товарищей? Да, ещё один момент. Вот этой штуки мы не видели. Это похоже на большую мощную ядрёную батарею. Если бы у нас по краю стоял не Йохан, а кто-то другой стоял, было бы вообще всё круто. Но Йохан просто тупо не дострелит у него. А разве что огнём сделать им зону не очень удачного захода. Плюс я вижу клиента с семечкой. Нужен Аксель и проверочка на вшивость. Давайте-ка с этого и начнём. Так, это Крэй. Это Аксель, Аксель. Насколько далеко летает ваша серва... Ага. Не настолько далеко, насколько нам хотелось бы. Я с тобой. В смысле, это были все твои ходы? Да, грусть-печаль, грусть-печаль. А ладно, не хотелось этого делать, но я чувствую, что придётся. Просто на минуточку одну гранату мы потратим. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Холли щит. А побольше бы таких ядрёных батарей. А больше бы таких не серьёзно. Add us. А ж вы сразу не сказали, что это настолько шикарно. Давай-ка, родной, становись овервотч Евгениус. Пускай только попробуют рыпнуться. А там же еще, если я не ошибаюсь, стоит тоже что-то светящееся. Прям даже заинтересовали. И немножко возбудили. Можно было бы даже вжарить светом императора. Если бы наш Йохан видел, куда его вжаривать. Неудобная ситуация. Если он спрыгнет, у него остается один ход. Один ход, ну... Его накрывает. Но будет героем. Будет героем, что делать. Ебуем, ебуем. Свет императора введен. О, обида, печаль. Лучше замажься. Можно потратить огонь. В смысле у тебя два хода осталось? Ну и гиды шваркни, я не знаю. Они на тебя будут байться с шваркней гидой. Знал бы, что два хода дерн было дальше. А последний клиент. Апотикарий Крей. Далеко, конечно, не дострелят. Да и близко не дострелят. Вопрос, куда-нибудь хоть дострелят вообще или нет? Нет. У него нигде не хватает хода. А еще нас сейчас пригвоздят. И скажут, что ты, дурашка, вот это сделал? Где ты стал? Может, хоть кровотечение? Правосудие императора. Кровотечение... А, спутывание. Ну, спутывание тоже вариант. Правда, тоже нифига не далеко он убьет. Только по прямой в зоне видимости. Я говорю, эти-то игнорируют, а зона видимости все путает. Окей, второй уроч. Может полез на нас. Не надо этого делать, не надо. Там был всего один Волан-де-Морт, и он Коцаный. Нехрена проводить свои отгадки ритуалы. Начинаем с того, что не забыли. Серво-череп с извлекателем. Видишь? Я сказал, видишь. Видишь, да? Видишь. Поотвердили. Он полетел. Отсканировал. Подрезал бубенцы в процессе. Что еще? Серьезно? Вот это так просто было. Мы получили семечку. Крутяк. Осталось только выжить. Это уже немножко сложнее. Так, один ход и второй ход. Да, плохо, что не видим этого гадкого Волан-де-Морчища, но ладно. Ближниками набегаем на ближнюю. А заодно получили аппетит. Плюс один, можно минус еще один, а можно... О, не добегаем. Давай сюда. Спаси Йохана от плохого бабайки. Йохан, с другой стороны. Сейчас будет супергероем. Его позавидует даже Супермен. Давай, родной. Жги, отжигай. Тут поясняли в комментариях, что огонь говно. Если брать в плане нанесения урона, то да, огонь говно. Но зона сожжения на три хода, это мощная зона. Это мне очень жутко нравится. Кстати, ты отступить можешь, отступить можешь. Вообще золотой. Господа, смотрим дальше. Грусть печально придется на открытую, чтобы достать кого-нибудь. Типа, ах, ты ж падла, ты падла. Он все-таки проводит свой гадский ритуал. Набросит им как-нибудь там бонусы, плюшки и улучшения. За жирняша не переживаем, его уже здесь нет. За мелких есть вопрос, но они все ближники. А у нас есть апотекарий Крэй. Твоя задача просто добежать и сделать один маленький, но выстрел. Вот с этой точки. Молодец. Вообще апотекарии страшные люди, как я понял. Мне объяснили, что серый рыцарь это такой невидимо-невидимый орден. А кто его увидел, тому местный апотекарий выписывает справку об инвалидности. Назрение, слух и все остальные части тела. Ух ты жажда, ну так как. Поэтому не стоит недооценивать силу нашего металлической глизмы. Дойди, что вон. Дойди, что вон не могли они воскреснуть. Там возле тебя трупов-то? Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Нету там трупов, уйди. Так, снова клиенты. И все-таки вожили того же отродья. Есть такое неблагое ощущение, что там будет не дерево, а что-то более мощное. Но деваться особо некуда. Господин апотекарий. Вы, наверное, постойте, подлечитесь. У нас есть свои клиенты, которые все за вас делают. Вот, Аксель сейчас хдыгущ. Минус секирбашка. Двуечка. До третьего не добегает, но там же и выстрелы есть. Чё бы и нет. Я вот только не пойму, какого черта эманация варпа на 95%, если мы не юзали ни одной пси-способности. Ух, зато мне дали ачивку с ними. Называется хирургическое иссечение. А знать бы за что. Ну и скажем, это было быстро, мощно и красиво. Почему бы и нет? Выдвигайся. Какая глупышка. И даже лучше, у нас ещё две глупышки с семечками. Если мне не изменяет идея, то чем больше заражена планета, тем, соответственно, больше у них будет выпадать семечек. Это ещё круто. Нам это подходит. Там ещё не видим, не надо. Это будет сюрприз мазафака на дальнейшую часть прохождения. Ой, варп или не варп, варп или не варп, варп или не варп, стреляй просто. Боже, так задорно смеются о чем? А ну давай, родной, семечка. Так, череп игнорирует укрытие или не игнорирует? Вроде... Ах ты же, зараза, череп не может через препятствия пройти. Или он в зону не попадает? Плохо и то, и то. Так, где ты можешь добежать и стать вувер-вачину? Или кого-то забаловать, застрелять. Никого ты не можешь забаловать, застрелять. Проверяем ещё раз. Внимательно, внимательно. Клиентов мы видим, но череп к ним лететь не хочется. Иначе укрытия нам мешают. Плохо, чё сказать. Просто плохо, просто ужасно. Евгению? Зайти, что ли, здесь? Ржахнуть разве как в пару, ну так не получится. Давайте попробуем хотя бы раз выстроиться в классическую красивую оборону. Вот такое. Там один номер вообще есть. Йохан, дорогой мой, перезарядиться нет? Или тебе не нужно? Не пойму я вас, огнемётчиков. То ты потратил себе потрошки. То ты не нужен, не нужно тебе перезаряжаться. Ложная ситуация. В смысле, чё ты сейчас сделал такого? Куда, зачем мы, главное, как ты стрелял? Крэй, держись, держись, родной. Е, хорошо зашло. Семенные мои дорогие, пожалуйста, верните семью, да? Вы нам очень сильно должны. Их, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, пошли мотаться и цветения. Они стали ещё больше, ещё круче, ещё живучее. Плюс два брони. Мы целый ход одну броню выбивали, вы что, тварь, делаете? Так, крэй, крэй, аксель, аксель, давай. Во. То есть, если за угол, то он может. Черепуха. А чё, дни, чё-то я вам скажу. Очень даже ничё. Поряйте сейчас! И, знаете, по-моему, у меня с мутацией стали ещё хуже. То мы им по одному выстрелу снимали одну броню, так совсем пролетают. Нет, серьёзно, они пролетают довольно мощно. А всё почему? Потому что не веруют нашего бога императорам. Ну, заодно и перезареть. Та, с Диохан. Есть спецпредложение. Сделать очень-очень зажигательным. А, например, вот здесь. А-а-а, понял я, чё он сделал. Он насерил тут. Реактивную струю и насерил прямо с зону чумы сделал. Какие же мы же не пальцем деланы, слушайте. Ну, дёрнись к нам. Что называется? I dare you. Ваше чумание, что перед нашим очищающим пламенем? Так, а ты, дружочек, должен как-то там Законтролить отдельные неправильные элементы. Ещё один. Соблазнительно. Подойти сзади, валить ему. Но нужно его вымойить к себе. Поэтому вернись к себе, вернись назад. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Мы тебе сейчас обрезание сделаем в процессе вальса. Так. Чё-то как-то не набежал, жернёшь? Поэтому давайте. Нежно, аккуратно добываем третью семку. Не, ну если с такими успехами, то ещё два рыцаря с семками могут порешать все вопросы на все исследования. Даже не особо напрягаясь. Дальше. Могёшь ли ты? Могёшь, но через чуму. А если не через чуму, то не могёшь. Ты можешь тупо подойти и выстрелить. Чё я тебе скажу? И ты тоже можешь подойти и выстрелить. О, наконец-то я вижу, что им нужно перезарядиться. Рутяк. Офига бы и нет. Давайте ещё раз подожжём зону. Пускай он нас боится и не подходит. Патрухи-то у нас бесконечные, деваться им всё равно некуда. О, может ещё и перезарядиться на этот же ход. Щекорно. Такс, ну и сбить последней твари овервотч. Так, чтобы два раза мы его добили. Ах, ты ж гребаная, ты ж тварина. Мы не достаём. Мы просто тупо не достаём. Если отсюда. Допси болтами. Да всё равно не достаём. Но кровотечение. Давайте по-простому, по-народному. Щиты гида не вызывают, так сказать, привыкания. Ему немножко снимется броня, но это не критично. Главное, что жит цел орёл. Эта дурашка нас забоялась. Как видите, он не хочет к нам идти. Все очищающие пламя императора его несколько пугают. В общем-то, грустно. Нам к нему тоже подходить неудобно. И давайте, наверное, подлечимся. Давай шпунь. Есть, есть. Выдвигаемся. Хочется подождать. Конец, ситуация поправилась. Смотри, чё? А это зона с чумой слетела. Наш Йохан может добежать. Красиво законтролить новую огненную зону. Ой, не надо. Ой, не надо. И ещё и защитники от родиоцветения. Ну, просто как по заказу, слушайте. Мы — the sword of justice. Кстати, дерево нового формата. Давайте понаблюдаем. А, не показывает, но такое я в каком-то кино видел фантастическом. Там тоже был большой живой цветок, инопланетный. Так, чуваки. Вы не обижайтесь, но я вас немножко шваркну гранатой. А одну семку придётся пропустить. Как бы ни было, это грустно. Минус два клиента. Нет, позитивно, такой штуки не хватало в XCOM'е. Чтобы они падали с высоких мест и подыхали сразу. Далее. Тут клиенты хотят заехать на постояночку, а мы им организуем тёплое-тёплое приветствие. Зажигание пошло. Первая черепушка. А, вообще, протупил. Протупил безбожно. Можно было Акселем походить на черепуху. Забрать. Чё нужно забрать? Ну, не получилось, не получилось. Так, давайте-ка посмотрим, как можно зайти. И нет, гранаты здесь нет. А вот очень нужна. Прям очень нужна граната. Я с тобой. А череп случайно атаковать не может? Нет, атаковать он не может. Грустно, печально. Что сказать? Добить, добить, добить или добить? Ответ напрашивается сам собой. Добивай ближнего. Открывая огонь. Ты был суден. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у. Отдожите-ка. Они могут через дверь заходить? Нет, такого уговора не было. Вы должны были заходить через огонь. Его, как бы, для вас и зажгли специально. Отобьемся-то, конечно, отобьемся. Деваться не было. Но то, что эти твари не полезли в огонь, это еще жутко обидно. Клетка отродит цветение Блинский блин, слушай, нам это Кого-то накрыло По-моему, даже апотекария крыла Господа Гранатку Я даже догадываюсь, у кого она осталась Ну чё, Наксель, показывайте своё могущество и могущество По одной твари за раз Али по две твари за раз, ну давай Чё-то чуточку не давил Зато очень красиво сошёл с нужной точки Открыл нам огненное приветствие для ещё одних товарищей Давай так, чтобы зона была накрыта вообще красиво-прекрасиво Есть контакт Крен пройдёшь, крен проедёшь Ну и перезарядись, наверное Самое обидное, что мы ещё и дерево не ломали Да чем, чёрт не шуть, давайте Суэйсайдная атака До кого добежим, того и наломаем Один Да-да-да-да-да-да Прям кричит Был избранным Корном Лучший мутант в школе профессора Хым И тем не менее не помогло Да иди ж ты вон, ну грёбаные же воскресители Ну сколько можно Нет, так же, что мы их поломаем Даже на ответных ударах поломаем Но обидно И куда рванула эта тварина Я не гордую, но зачем Давай, начинай по одному Стрелковое оружие или же оглушение Давай-ка, наверное, попробуем стрелковое оружие Онося оглушение до оглушения Ах, вот это хорошо зашло Интересно, а если его не добивать, то Чем он будет атаковать нас? У него осталась сугубо одна рука Это чё, засосёт до смерти, что ли, или что? Йоханн, бусинка, давай мы тебя сейчас освободим Господин Аксель Ваша задачка тоже со звёздочкой Ну и Йоханн должен это дело дополировать Интересно, получится поджечь второй левел? Её не получится Так, о, идеально получается Заодно перекрываем зону отступления Ну давай Ага, запрятался гадёныш, запрятался Потому что у него реально остался вариант Только за задать и всё Нет, серьёзно, что он делает? Главное, зачем? Он мог бы нам крови побортить По самой не балуйся А он в фигнику это страдает О, прям грустно, жалко тебя добивать Да мы и не... Так Падение в глубокую пропасть Жалко, но всё-таки добьём, знаете А то мало ли чём Давай, сделай красиво Физика, пожалуйста, не подведи Хорошо зашёл Реально шоу Гэндальфа Ну и, в общем-то, здравствуй, дерётся Надеюсь, ты не плюёшься на дальние дали Я не забываю Это было бы грустно Ах ты ж, какая каннабиста мутировавшая Прям не знаю, с какой стороны подступиться Но главное, что Бетест У-у-у У нас же Йоханс огнемёт Сейчас дегербетизацию проведём Просто канонически красиво Нет, позитивная игра, это мне нравится Столько просторов для творчества Можно этих тварей Хорницких и так убивать, и сяк убивать Мы из него ничего вырезать не можем Почему же растение без семечек? Я немножко побугурчу В нем должны быть семки Да ладно, там чему я заражу Но все высокий В смысле? А, этот еще живой Без руки Ебать, перемать, он плюется Следующий выброс варпа Малый до роспы Мне эта игра позитивно нравится Да, они куцные, да, они убогие Но их много Это жутко неудобно Кстати, жутко неудобно, что у нас сейчас два человека отвалятся по чуме А, может как-то ускорится, не знаю Йохан, достаем Достаем, давай, родной В смысле? Оно в говне не горит и в огне не тонет Но там же четенько показывало, что должен быть контакт Вот это поворот Это поворот Главное, чтобы ближе не подойдешь Дальше отойдем Дальше отойдем Дальше отойдем Выстрелим в эту тварь пару раз То аксель все равно ляжет Потому что она плюется близко А это очень нехорошо Давайте мы аксель отведем на один ход Чтобы это растение не достало И будем тупо стрелять Ууу, слушай, а полевая медицинка-то доступна еще одна Давайте крысам себя подлечат Для начала Туда-то он все равно не добежит И будем отстреливаться, от кого можем отстреливаться Единственное счастье, что на этом левеле В оставшие из домби они очень слабенькие Валятся с любого выстрела Есть контакт Магдар же ничем мы двое слегли на три хода Боже, это чудо еще бегает А в смысле оно так далеко стреляется Своими соплями Но-но-но-но-но-но-но-но-но Это при всех прочих, при разных Он нас может, в принципе, выбить Дальнобой на гадину Даже не знаю, какой у нас радиус по стрельбе Теористически он должен быть у нас больше, чем у нее Но нет Как видите, мы даже немножечко недопопадаем По какой причине хрена узнают? Если на шажочек ближе А нам вывели из строя, что ли, оружие или что? Тогда хрен с тобой, руби Поработаешь немножко дровосеком Ха, слушайте, а с ближнего-то она не достает? Это что же вы сразу-то не сказали? С ближнего-то она со самбо делает Вот и хорошо Еще пару ударов силовых И все, минут расти Просто ради интереса Мне потом скажут, что Найвертаж негодяй И там этого мутанта Нурглита не добил Ересь и все такое Ну вы видели, да И после этого он еще живой остался Не, а что, рабочая схема Когда он это клизмой металлическое Сделает нашим бойцам Наши лечатся А тут немножко не зашло Ну и давай Феналити Отличная работа, командующий Отзывай свои силы Наши неофиты займутся остатками мерзости Какие неофиты? Где? Где? Я лично заведую казармами У нас нет неофитов, они не влазят Но прибыли-прибыли Мать-перемать Семь семян Плюс семь семян Это просто на наличие Одного серого черепа А я, конечно, жутко извиняюсь Но большое спасибо Что ж мы раньше такого не делали? Действие реквизиций А вот этого не было Осколок очищения Пассивный Ммм, среди осколков тоже Толерастия Есть активное, есть пассивное Этот рыцарь получает 20% концентрации Что повысит его шансы Срабатывания автонавоков И наложения недугов Я возьму Вы мне потом расскажете Зачем я это взял Здесь что? Клинок инфернуса Почему бы и нет? Броня Нет, или не броня Знак гида Улучшение брони Рыцаря получает плюс один броня Почему бы и нет? Еще раз И улучшение джарика Разрывной выстрел При активации стрелковой атак Накладывает разрыв Улучшение прицеливания Плюс, ну давайте Четыре реквизиции сделали Казармы, ну не вмещаются Расскажи Повышение Еще ни одного А, не-не-не-не-не Евгенийус таки наработал На законы Третий левел Вели мы тебя По ветке ручного оружия И шли мы В общем так Уничтожению нечисти Но какого-то из наших бойцов Это уже есть Поэтому почему бы и нет? Можно улучшение силового удара К урону И в перспективе Беспощадная точность Когда рыцарь наносит Критический удар Он с шансом 50% Автоматически получает Одночку действия Шанс 50% Это конечно неплохо Но при условии Критического удара Критический удар это Не фонтан С другой стороны Есть варп-заряд При активации Лечу традет поражение На 1 И урон на 2 Оббрасывает Не оглушает Вот хорошая вещь Берем уничтожение нечисти И... И плюс 2 урона К ним уже Да, я непоследовательный Но... Чё бы и нет Зато это красиво И мощно Вопрос такой Что у нас По исследованиям Меню исследований Мы сейчас изучаем Выполняется Исцеление У нас в запасе О, 9 семян Мы можем В принципе Бустануть на Сюжетное исследование На Нексус И бойцы у нас прокачанные есть Так что после исцеления Сразу же на Нексус Мы и пойдем Касабель на карты мира Успеем ли мы долететь Или не успеем Обидно, печально Но мы не успеваем Даже на ближний Но попробуем Попробуем Может там чё Выпадет в процессе Вообще я понял Почему мы не успеваем На вторую миссию Мы слишком долго И слишком пафосно В слоу-моу Входим в варп А потом еще дольше И пафоснее Выходим из варпа А нет Не успели Зато завершена Проекта Работа над проектом Авгуриум Не то чтобы стало Сильно лучшим Просто починили То что было сломано И вот теперь Стоит задуматься Апатикарион Система лечения В следующий эпизод Пока что Радуемся тому Что мы победили Конопельку мутанта Вспоминаем Что у нас есть Полезные ссылочки На дискорд Вконтакте Телеграм И фейсбук Прям под видео Ну и конечно же Свет императора С вами Увидимся Немножко позже Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok